Мощность Жигулей этой модификации 64 лошадиных сил. Напомню, что этот автомобиль 70-80-й год. Мечтой любого советского человека стоил 5500 рублей. Стоять в очереди на него было довольно-таки долго. И Жигули ВАЗ-2101 являются практически копией итальянского ФИАТа 124. Тем не менее, конечно, в конструкцию ФИАТа было внесено около 800 различных изменений. И только после этого ФИАТ стал любимцем Советского Союза Жигулями. Ну, сам Сергей Ложиленко, говоря о своем автомобиле, рассказывает, что особенно он ему запомнился в фильме «Инспектор ГАИ». Вот там этот автомобиль играет на сюжет, на нем ездит Никита Михалков, который исполняет роль вот такого обнаглевшего директора станции обслуживания, которому законы не писаны. Обетный несчастный инспектор ГАИ пытается его расштрафовать за скоростную структу и постоянное нарушение правил движения. Вот Сергей Ложиленко всегда приводит часто пример вот от ФИАТа. Ну, пока Жигули у нас финиширует.